OCZ Vertex 4 один из самых интересных твердосильных накопителей на данном этапе развития. Во-первых, перед нами флагманский продукт известной компании с весьма доступной ценой. Во-вторых, он построен на принципиально новом контроллере IndieLinks Everest 2, что при засилье Sandforce систем уже само по себе неоднозначно. Контроллер – одна из основных составляющих успеха при производстве SSD, ведь конечные параметры зависят только от используемого железа, прошивки и памяти. И если раньше все микросхемы делались сторонними компаниями, то сегодня все изменилось. Сотрудничество OCZ и IndieLinks началось относительно давно, а далее вообще было заявлено о полном слиянии. IndieLinks позиционирует себя как производитель чипов, и первоначально была информация о том, что Everest 2 является продуктом принципиально новым и уникальным. Однако достаточно быстро стало ясно, что данный контроллер на уровне аппаратной реализации практически неотличим от продуктов Marvel. Грубо говоря, кардинально была переработана лишь прошивка, в чем и есть заслуга IndieLinks. По сути же перед нами процессор с ARM-архитектурой, работающий на частоте 400 МГц. Среди основных плюсов можно назвать улучшенный алгоритм работы с кэш-памятью, которая, кстати, в данном случае установлена 1 ГБ, и технологию Endurance 2.0. За счет нее удалось добиться более длительной работы накопителя без выраженного эффекта старения, что подтверждается гарантийным сроком. На все накопители Vertex 4 компания OCZ дает гарантию 5 лет. Внешняя конструкция диска может быть названа самой классической, да и внутри ничего особо интересного нет. Используется не самая дорогая синхронная память Intel, а основной чип установлен с поворотом на 45 градусов. Вероятнее всего это сделано для удобства разводки дорожек. Удивительная же попросту скрыта от глаз пользователя, так как вся соль вопроса заключена в прошивке. Оказывается, что версия микропрограммы настолько влияет на производительность накопителя, что разница не просто заметна, она колоссальна. Первые OCZ Vertex 4 можно считать весьма сырыми и неоднозначными. А этапы развития целесообразно разбить так. Прошивка до версии 1.4, версия 1.4, версия 1.5. Даже если опустить множество нюансов, которые обычный пользователь не заметит, то чего только стоит тот факт, что заявленная скорость записи старых накопителей объемом 128 ГБ составляет 200 МБ в секунду, а новых с прошивкой 1.5 – 430 МБ в секунду. Отсюда следует сразу несколько выводов. Во-первых, если вы купили Vertex 4 не из самых новых партий, то прошивку действительно целесообразно обновить. Во-вторых, OCZ явно работает над улучшением своих продуктов, но в гонке технологии выпускают на рынок недоделанные версии.